Доброе утро Доброе утро Я свободен искуплением, о милости Был я в рабстве греха, но ты жизнью заплатил За мои грехи Дам свободу мне, Иисус навек Я дитя царя, знаю я Дом и есть всегда место для меня Я дитя царя, знаю я Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю кто я в тебе Я знаю кто я в тебе Дам свободу мне, Иисус навек Я дитя царя, знаю я Дом и есть всегда место для меня Я дитя царя, знаю я Дом и есть всегда место для меня Я дитя царя, знаю я Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Я знаю кто я в тебе Богом искра не оставлю Я знаю, кто я в тебе, ой, я знаю, кто я в тебе, да, я знаю, кто я в тебе. Дам свободу мне, Иисус на век, я дница Царя спаю я. Он и есть всегда место для меня, я дитя царя, знаю я. Он и есть всегда место для меня, я дитя царя, знаю я. Он и есть всегда место для меня, я дитя царя, знаю я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 The atmosphere is changing now For the Spirit of the Lord is here The evidence is all around But the Spirit of the Lord is here The atmosphere is changing now The Spirit of the Lord is here The evidence is all around That Spirit of the Lord is here Overflow in this place Fill our hearts with your love Your love surrounds us You're the reason we came To encounter your love Your love surrounds us Overflow in this place Fill our hearts with your love Fill our hearts with your love Your love surrounds us You're the reason we came You're the reason we came To encounter your love Your love surrounds us With your trust With your trust In this place With your trust In this place Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, how I need you, you are enough All my trust is in you, Lord All my trust is in you, Lord Oh, you are powerful You are powerful, God above it all I believe in you, I believe in you You do miracles, the impossible I believe in you, I believe in you You are powerful, God above it all I believe in you, I believe in you You do miracles, the impossible I believe in you, I believe in you You are powerful, God above it all I believe in you, I believe in you You do miracles, the impossible I believe in you, I believe in you Jesus, Jesus, oh how I need you You say the same, you are good in your ways Praise Jesus, 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 oh how I need you You are enough All my trust is in you, Lord You are powerful, God above it all I believe in you, I believe in you You do miracles, the impossible I believe in you, I believe in you You are powerful, God above it all I believe in you, I believe in you I believe in you, I believe in you You do miracles, the impossible I believe in you Jesus, Jesus, oh how I need you Субтитры создавал DimaTorzok Он, Jesus, вся наша надежда на Тебя, Господь. Господь, мы приходим перед Тобой, мы склоняемся, мы говорим, мы нуждаемся в Тебе. Наше сердце, оно нуждается в Тебе. Господь, Ты никогда не меняешься. Ты Бог, Который был и есть, и во веки веков остаешься таким же самым. Мы благодарим Тебя, что мы можем служить Тебе, Господь. Что мы можем провозглашать Тебя, мы можем провозглашать Твое имя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы сейчас будем переходить в наше служение пожертвования и десятин. Я приглашаю вас, возьмите ваши десятины в руки, там, где вы находитесь. Давайте просто поблагодарим Бога за то, что Он нам дает. Он всегда верен. Он всегда верен своим обещаниям. И те, кто верны Ему, Он благословляет. Он обеспечает. Он никогда не оставит вас в нужде. Наши десятины мы можем приносить двумя разными способами. Либо чеком по адресу, который вы видите сейчас на экране, или по телефону 84321. Давайте будем верны в наших даяниях. Верны в том, что наше сердце, оно сказало, окей, мы будем это давать Богу. И Он воздаст нам. Он никогда не оставит нас. Господь, мы благодарим Тебя, что Твоя рука, она никогда не сокращается к нам. Что Твоя рука, она оберегает нас. Она проводит нас. Сквозь штормы. Сквозь долины. Господь, и что Твоя, Ты всегда остаешься верен. Ты никогда не подведешь нас, Господь. Господь, нашими даяниями мы хотим сказать Тебе спасибо. За все, что Ты нам дал. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, наш Бог. Господь. Господь. Когда смолкнет все, Тиши утонет звук, Я к Тебе приду. Я к Тебе приду. Ты видишь мысли мои, Ничего мне не скрыть, Ты смотришь в сердце мое. Я обозвращу сердцу поклонения. Это все для Тебя, Все для Тебя, Иисус. Я пред тобой преклоню колени. Это все для Тебя, Все для Тебя, Иисус. Драгоценный царь Не выразить того, Чего достойен Ты. Беден я и ничь, И все, что есть Твое, Даже просто вздох. Тебе я песню спою, Но не просто, чтоб спеть, Ведь ты не этого ждешь. Ты видишь мысли мои, Ничего мне не скрыть, Ты смотришь в сердце мое. Я обозвращусь, Я обозвращусь сердцу поклонения. Это все для Тебя, Все для Тебя, Иисус. Я пред тобой преклоню колени. Это все для Тебя, Это все для Тебя, Иисус. Я обозвращусь сердцу поклонения. Это все для Тебя, Все для Тебя, Иисус. Я пред тобой преклоню колени. Это все для Тебя, Это все для Тебя, Иисус. Это все для Тебя, Иисус. Это все для Тебя, Иисус. 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 Иисус говорил про это время тысячу лет назад. И я знаю, что многие люди, они просто не понимают, что происходит вокруг нас. И многие пытаются объяснить это время и придать этому какой-то смысл. Но я верю, что есть большая причина, почему все происходит. И поэтому сегодня я хочу поговорить из Евангелия 4 главы. Да, из Иоанна 4 главы. И это очень знаменитая история, про которую христиане знают. Это история, как Иисус встречает самарийскую женщину возле колодца. И также хочу заметить, что в последнее время вы, наверное, видели на ваших социальных сетях как Джордж Флойд был убит полицейским служителем. И я понимаю, что многие люди думают по-разному о этой ситуации. И каждый человек имеет свое мнение о этом происшествии. Но я понимаю, что именно это мероприятие, то, что случилось в ситуации, оно показывает всех сердцах людей. Оно, во-первых, показывает грех в некоторых сердцах. Но и оно показывает наши сердца, сердца христиан. И я вижу, как эта история в Библии также показывает пример на эту ситуацию. Но оно также обращает внимание на наше человеческое сердце. Поэтому я хочу прочитать с вами вместе Иоанн 4. И стихи 3-8. И мы дальше потом пройдемся по главе, но сейчас мы начнем с этих стихов. И в общем, 3 стих по 8 стих. Иисус оставил Иидею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему приходить через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. И мне очень нравится эта история. Это очень интересная история, как мы знаем. Потому что я лично верю, что Иисус использует эту ситуацию, чтобы научить нас. Учить нас очень практической вещи. Как мы можем достигать людей. Не с нашими словами. Не с нашими делами. Но именно с встречей с небом. Со встречей с Духом Святым. Поэтому даже сейчас, перед тем, как мы пройдем дальше, я хочу, чтобы мы помолились. Дух Святой, мы просим, чтобы ты пришел сейчас в этот момент. Наполни наши комнаты. Своим присутствием. Поэтому просто помоги нам. Помоги нам понять. Ситуацию, через которую мы все проходим сейчас. И поэтому, Дух Святой, веди нас. И поменяй наше мышление. И наши сердца. По имени Сутиста. Аминь. Знаете, в последние пару лет, когда я просто встречался с Илоной, перед тем, как мы женились. Очень часто я бы ездил с Миннеаполиса в Мизури, там, где она живет. И это может звучать очень непонятно, но за все время, когда мы встречались перед тем, как мы начали и женились, я всего лишь видел ее десять раз. И это... Но каждый раз, когда я бы пошел, чтобы встретиться с ней, было два способа мне пойти туда. Можно было бы ехать по прямой, с Миннеаполиса до Спрингфилда, где она живет. Но еще был второй путь, это когда я мог объехать немножко и остановиться в моем самым любимом кофешапе. И вы сразу знаете, в какой путь я выбрал. Я с удовольствием предпочел путь, который был немножко длиннее, но я специально остановился, чтобы взять, попить кофе. И знаете, каждый раз, когда я бы приехал в Спрингфилд, Мама Илона всегда спрашивала меня, почему тебе так долго заняло сюда приехать? Потому что тебе должно занять всего лишь девять часов наехать. Но ты потратил одиннадцать часов. И я всегда объяснял, что мне нужно было остановиться в этом месте. И некоторые люди не понимают, почему это я сделал. Но я сделал это, потому что мне нужно было. Я люблю это место, и поэтому это стоило того. И знаете, даже смотря на эту историю, мы видим, что люди, видя Иисуса, который прошел через Самарию, они тоже задавались вопросом, почему он пошел через Самарию? Был же второй путь, который бы он мог взять. Но я хочу вам показать, что это не было случайностью. Но как мы видим в этой истории, что это был осознанный объезд. Поэтому я назвал свое слово так, что это осознанный объезд. И я хочу даже посмотреть на то, как Иисус встретил эту женщину в первый раз. Потому что это история о женщине, которая не жила похорошо. Когда она говорила о Слове Божьем, она не понимала, о чем она говорит. Она также была далека от еврейского народа. Но в ее боли и во всей этой ситуации Иисус решил встретить ее. И через эту историю мы видим, что Иисус сделал четыре вещи И опять же, четыре вещи, которые Он поставил в Себя, чтобы достичь ее. И я верю, что Иисус сегодня хочет сделать то же самое с нами. Именно в это время Иисус Он ставит Себя в такое место и нас И Он ставит нас в такое место Где мы увидим, если мы сможем достичь людей, которые Иисус хочет достичь. И первая вещь, которую мы видим, это то, что Иисус находит нас. В Иоанна 4, 3-8 стих Написано, что Иисус устал от своего путешествия И Он сел возле колодца И время было примерно полдень В это время ученики, вместо того, чтобы остановиться с ним Они пошли и купили еду И я думаю, что для нас, мы все понимаем эту историю Когда я был учеником в университете Из-за моего долга, который должен был выплатить Знаете, для учеников Они могли позволить себе пойти на обед Но для Иисуса, к сожалению, им нужно было попить воду пока Знаете, когда вы постите И кто-то вас приглашает пойти пообедать Из-за того, чтобы сказать, что вы поститесь Вы говорите, что я просто попил воды Знаете, была интересная вещь, когда я подрастал Каждый раз, когда мы просто провинялись С моими братьями и сестрами Когда мы делали что-то плохо И мы были в каком-то другом доме У кого-то в гостях Мы сделали что-то плохо И наш отец сказал бы Мы поговорим дома И он бы не сказал это в плохом настроении Или в плохой интонации Он просто сказал Мы поговорим дома об этой ситуации Но каждый раз, когда мы пришли домой Мой папа знал, где меня найти Это была моя кровать Потому что я додумался Что если я успею уснуть Перед тем, как мой папа дойдет до меня Все будет хорошо И это всегда мы делали так Поэтому как люди Когда мы просто приходим через какую-то боль Когда мы страдаем Мы часто просто отходим Знаете, нехристианские люди Они просто всегда отходят от других Или наоборот Из-за своей боли Они пытаются атаковать других людей Даже христиане Они часто закрывают свою боль И поэтому мы уходим И просто прячемся И мы знаем, что Эта женщина Также была просто сломлена В своем состоянии Мы видим в этой истории Что она проходила через многие отношения Она прошла через развод Она жила просто со стыдом И даже мы видим, что люди в городе Говорили плохо о ней Но знаете, через всю эту ситуацию Иисус был очень Он был очень аккуратен И он знал, какой путь выбрать Чтобы найти ее И что нужно было ей сказать Поэтому я вижу, что многие из нас Именно в этой ситуации Через это время, которое мы проходим Может кто-то другие Может мы прячемся Может мы прячемся Когда мы просто Дружим со многими людьми Чтобы просто потеряться Или наоборот Мы ставим Наше мнение На социальных сетях Чтобы просто доказать Кому-то что-то И мы это делаем Потому что мы не чувствуем Себя хорошо Через тот момент Который Бог нас проводит Мы затушаем Нашу боль Через разные Громкие связи И мы отвлекаем себя От людей Которые тоже проходят Через боль И знаете Мы все проходим Через моменты Когда мы просто пытаемся Как-то эмоционально Себя провести Через ситуацию И эта женщина Также была В этой ситуации Где она пыталась Как-то бороться С своей болью Она пришла Которая Потому что Она не знала Никто Она пришла К этому колодцу Именно в полдень Потому что Она знала Никто не будет У колодца В это время И поэтому Я вижу Как многие из нас Люди Они тоже Прячутся Мы думаем Что никто Не может достичь нас Или доступиться Но никто Кроме Иисуса Поэтому Может быть Вы были В этой ситуации И Иисус Нашел вас Или может Вы сегодня В этой ситуации Поэтому Я здесь Чтобы вам Сказать Что вы В этой ситуации По какой-то причине Если вы были потеряны И Иисус Именно в этой ситуации Чтобы найти вас И если вы уже Найдены Иисусом То Иисус зовет Вас Чтобы вы Ишли И находили Других Поэтому Я просто Спрашиваю вас Что вы делаете Сегодня Чтобы найти Людей Которые Нуждаются В исцелении И я верю Что эти люди Которые Мы должны Найти Они просто Наши соседи И знаете Не важно Что мы думаем О них Если они Считают Так же Как вы Считаете У нас Есть Целое Общество Которое Нуждается В исцелении И все Что нужно Для них Это люди Которые Выслушают Люди Которые Просто Станут И просто Начнут Слушать И быть Рядом С ними Я думаю О Иисусе Мог бы Или Иисус Пойти По другому Пути Опять же Мы видим Что он Мог Но он Специально Остановился Потому что Он знал Что был человек И был целый Город Который Должен Услышать О его Любви Поэтому Он Поставил Себя В эту Ситуацию Но что Интересно То что Иисус Не останавливается Там Он Идет Дальше И второе Он Принимает Эту Женщину И он Принимает Ее Без Осуждения Или Без Того Чтобы Доказать Какую То Правду И вот Вторая Вещь Которую Иисус Учит Это То Что Иисус Принимает Нас И Просто Посмотрите Как Иисус Принимает Эту Женщину Иисус Знаете В то Время Чтобы Быть Женщиной Это Как бы Не Считалось Хорошо Опять же Мы знаем Через Историю Что Они Считались Немножко Ниже Чем Другие Люди Но Иисус Не Считал Так Поэтому Иисус Просто Говорит О трех Причинах О трех Проблемах В ее Жизни И они Также Касаются Нашей Жизни Во-первых Он Говорит Про Нашу Рассу Или Про Вещи Которые Делят Нас Она Была Самарианка Потом Он Говорит Также О Социальным Давлением Потому Что Она Была Женщина И Он Также Говорит О экономическом Барьере Потому Что Она Была Бедная И Поэтому Мы Видим Как Иисус Он Просто Говорит За каждое Слово Он Имеет Какой-то Смысл Но Он Не Говорит О Рассе Он Не Говорит О Социальной Позиции Этой Женщины О Экономической Позиции Но Именно Через Свои Слова Он Имеет Это Ввиду Понимаете Мир Он Часто Всегда Хочет Поговорить О Этих В 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 Иисуса Иисуса Это Второстепенно Посмотрите Вот Сейчас Когда Мы Будем Читать Сказано Что Самарист Какая Женщина Сказала Ему Она Сказала Ты Иудей Я Самаринка И вот Как Иисус Отвечает Он Говорит Если бы Ты Знала Дар Божий Она Упоминает Расу Но Иисус Упоминает Дар Жизни И первую вещь Которую Он Просто Стирает Это Раса Знаете Почему Потому Что Раса Была Сотворена Человеком Это То Что Мы Сотворили Чтобы Делить Людей И Преподносить Других Людей Над Другими И вторая Вещь Что Он Сказал В В В В Вторая Вещь Это Была Причина Она Сказала Господин Тебе Нечем Почерпнуть Потому Что Колодец Так Глубокий Если Вы Видите Она Говорит На Человеческом Уровне Но Иисус Говорит На Духовном Уровне Очень Часто Мы Задаем Вопросы Которые Небо Не Понимает И Много Раз Бог Задает Небесные Вопросы Которые Мы Не Понимаем Знаете Люди Могут Спрашивать Такие Вопросы Зачем Мне Помогать Другому Человеку Когда Я Должен Это Время Чтобы Помочь Самому Себе Или Зачем Мне Говорить С Людьми Которые Не Понимают Меня Когда Я Могу Говорить С Людьми Которые Понимают Меня И Которые На одном И Том же Уровне Со Мною Или Почему Мне Нужно Слушать Кого-то Если Я Довольно Умен И У Много Мудрости Но Иисус Задает Другие Вопросы Почему Ты Так Забочишься О Том Кто Прав Почему Ты Не Больше Забочишься О Их Вечной Жизни Или Например Ты Живешь Для Вечности Ты Живешь В этом Видении Поэтому Я Хочу Вас Побудить На Это Что Христианство Оно Не Знач И Оно Не И Не Знач Если Мы Не Встретим Иисуса И Третью Вещь Которую Иисус Не Упоминает Это Религия И Это По Той Причине Потому Что Религия Также Была Сотворена Человеком Опять же Сегодня Люди Просто Проводят Часы На Социальных Сетях Чтобы Поговорить О Религии Кто Прав Кто Не Прав Но Реальность Та Что Религия Это Человеческий Путь Чтобы Прийти К Богу Но Иисус Это Божий Путь Чтобы Дойти До Человека Поэтому Что Нас Мы Слушаем Людей Мы Принимаем Людей Спрашиваем ли мы Правильные Вопросы Потому Что Иисус Он Видит Больше Чем Наши Проблемы Он Во-первых Принимает Нас И Третья Веча Которую Он Спасает Нас Очень Часто Мы Думаем Что Это Наша Ответственность Чтобы Спасти Человека На самом деле Иисус Он Спасает Людей И Одно Из вещей Которые Бог Использует Чтобы Привести Их К Нему Это Просто Говорить Иисус Хотел Сделать Две Вещи Для Ни Во-первых Он Говорит С ней Про Вечную Жизнь И Если Она Не Оставит Свои Греховные Пути Она Умрешь И Он Говорит Это В стихах 13-14 Он Говорит Вечной Жизни Всякий Пьющий Воду Сию Вожаждет Опять А Кто Будет Пить Воду Которую Я Дам Тот Не Будет Жаждать Вовек И Вторую Вещь Которую Он Напоминает Это Грех И Я Понимаю Что Есть Просто Целое Движение Которое Говорит Что Мы Не Должны Говорить О Грехе Чтобы Мы Говорили О Благодати И О том Как Добр Бог В Писании Но Иисус В этой Истории Он Не Убегает От Тему И Я Верю Что Нужно Говорить О Грехе Но Мы Должны Знать Как Говорить О Грехе Потому Что Если Вы Видите Грех Это Была Нужда Этой Женщины Она Была Она Очень Хотела Пить Она Жаждала И В наше Время Наша Жажда Может Отличаться От Женщины К примеру Мы Так Жаждем Получить Какое-то Сообщение На нашем Телефоне Или Мы Жаждем Чтобы Получить Больше Денег Или Больше Доход Или Мы Так Жаждем Чтобы Мы Были Приняты Другими Людьми Но Просто В центре Или В корне Нашей Неудовлетворенной Жизни Это Жажда Почему-то Большему Который Не может Нам Дать Этот мир Если мы Будем Честны Собой То Никакой Ни Никакой Ни Ни Сериал Не Может Заполнить Нашу Не Лучше Работа Не Больше Путешествия Не Больше Конфликтов С людьми Не Другая Женщина Но Иисус Он Очень Прямо Говорит Что Все Находится В Нем И Что Только Он Может Забрать Боль Только Он Создал Нас И Он Знает То Что Нам Нужно И Четвертая Веча Которую Бог Хочет Чтобы Мы Делали И То Что Бог Делает В Э И С Это То Что Иисус Посылает Нас Иногда Наши Наши Приоритеты Они Направлены В Неправильные Направления Написано Здесь Что Ученики Они Были Голодные У Вас Есть Какой Друг Он Всегда Голоден И Знаете Я Иногда Такой Человек Я Сюда Хочу Покушать И Знаете Эти Ученики Они Приходят С С Покушали И Первая вещь Которые Спрашивают Это Не То Что Кого Ты В Они Спрашивают Иисус Ты Покушал Ли И Я думаю В нашей Жизни Мы Тоже Так Видим Многие Вещи Которые Не имеют Большой Значимости Но Эти Ученики Думали О Земных Вещах Но Это Не Пугает Иисуса Потому Что Это Дает Возможность Иисуса Поговорить О вещах Которые Значат Много Больше Мы Видим Что Иисус Он Просто Следует За Богом И Его Послушание Бога Намного Важнее Чем Какой-то Хороший Бургер Небесный Отец Дал Миссию Иисусу И Это Была Цель Иисуса Чтобы Закончить Эту Миссию Поэтому Я верю Что Евангелизм И Достижение Людей И Достижение Людей Через Работу Дух В Иоанна 3 4 35 4 35 Написано Что Иисус Говорит Своим Ученикам Вы Знаете Это Вы Знаете Это Выражение Что Четыре Месяца До Урожая А Я Говорю Вам Возведите Очи Ваши И Посмотрите На Нивы Как Они Побелели И Поспели К Жатве Знаете Во Время Учеников Была Такая Фраза У них По-настоящему Была Такая Фраза Что Еще Четыре Месяца До Жатвы Но Люди Говорят Способ Как Иисус Стоял На Горе Если Ученики Смотрели На Иисуса Вот Так Они Они Видели Что Поля Они Еще Готов 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 Иисус Говорит Change Your Perspective И Я Вижу Как В этом моменте Иисус Говорит Просто Повернитесь Поменяйте То Как Вы Видите Перестаньте Ждать Момента Потому Момент Рядом Перед Вами Я Вижу Что Многие Из Нас Мы Хотим Ехать На Миссионерскую Работу Но Я Вижу Как Наш Город Проходит Через Много Боли Столько Много Людей Нуждаются И Я Вижу Что Иисус Говорит Нам Прямо В Этот Момент Чтобы Мы Поменяли То Как Мы Видим Многие Из Моих Друзей Были В Дон Тауне На Неделе Они Видели Как Люди Которые Были Глухие Они Начали Слышать Они Также Видели Как Люди Которые Продавали Наркотики Они Были Спасаны Именно На этой Неделе Это Все Случилось И Я Хочу Спросить Вас Что Вы Видите Вы Слушаете Новости Или Вы Прошли По улице И Посмотрели Кто Нуждается В Иисусе Как Вы Можете Поделиться Любовью Иисуса Христа Дали Ли Иду Этим Людям Которые Нуждаются В Этой Иде Я Понимаю Что В Иоанна 17 Главе 4 Иисус Молится Последней Молитвой В конце Своей Жизни Он Говорит Что Я Господь Просто Принес Славу Тебе На Землю Через Полностью Через Законченную Работу Которая Сделана На Земле Вы Видите Что И Ученики Они Были Рядом У Иисуса Когда Они Не Были Близко У Иисуса Они Не Понимали Что Иисус Делал Но Когда Ученики Приблизились К Иисус Они Начали Понимать То Что Он делает И Поэтому Сегодня Когда Мы Закончим В Молитве Я Хочу Вас спросить Готовы ли Вы Прийти Ближе к Иисусу И слышите ли Боль И Молитвы Этих Людей Которые Просто Просят Помощи Или Вы Так Дальше Или Вы Так Далеко В Вашем Мире Что Вы Даже Не Заботитесь О них Вы Заботитесь Чтобы Быть Правым Поэтому Я Верю Что Иисус Хочет Обличить Нас Немного Сегодня Он Хочет Открыть Наши Глаза Чтобы Видеть Боль Дальше Чем Наши Четыре Стены Круп Нас Или Наши Дома Он Хочет Чтобы Мы Видели Людей В Нужде Поэтому Давайте Помолимся Сегодня Иисус Мы Просто Приходим Пред Тобою И Мы Каемся В Наших Грехах Мы Каемся В Грехе Который Нуждается В Исцелении Мы Выбираем Чтобы Не Видеть Это Мы Выбираем Чтобы Просто Заботиться О Нашей Жизни Поэтому Господь Мы Просто Каемся И Научи Нас Видеть Людей В Нужде Научи Нас Служить Больше Чем Мы Говорим И Научи Нас Слышать Больше Чем Мы Говорим Поэтому Господь Я Молюсь Просто Поменяй Наши Сердца Чтобы Нам Чувствовать Больше Которую Чуть Ты Чувствуешь И Господь Веди Нас Господь Иисус Веди Нас В Места Где Проявляется Нужда Господь Мы Продолжаем Двигать Нашу Жизнь К Тебе Поэтому Господь Просто Помоги Помоги Нам В Нашей Церкви Пусть Твой Путь Будет В Нашем Городе Поэтому Мы Прославляем Тебя Боим И Су Жеста Мы Молимся Аминь Мы Всех Любим И Благодарим За то Что Вы Присоединились К нам И Через Эту Неделю Постарайтесь С кем Познакомиться С кем Поговорить Продолжайте Делиться Любовью Бога И Пусть Бог Благословит Вас Благословит Продолжайте Продолжение следует... 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 Продолжение следует...